так друзья вы снова смотрите видео от латухи не иначе как на канале латуха показывает и не глядя вот на это вот количество смартфонов на столе я хочу сейчас поговорить о том смартфоне которого меня еще и нету если зайти на сайт продавца disun в магазине алиэкспресс вы можете отсортировать все товары по категории скажем так например выбрать по производителю я выбрал блэкви и вижу что в новинках у них числится модель 6800 про который само собой меня пока еще нет ее нет ни у кого потому что она еще не поставляется людям это идет предзаказ это предвосхищаю вопрос тех кто будет спрашивать а почему так долго обрабатывается заказ то потому что у них еще нет этих смартфонах также как когда-то делал blackview bv9500 также шел по предзаказу и только недавно его стали отправлять людям в общем-то модель 9500 я конечно жду скажем так ради поприкалываться большая батарейка все такое но я не возлагаю больших надежд на нее почему потому что у нее экран если сейчас откроем ссылочку не утоплен абсолютно то есть берем какую-нибудь фотку сбоку нет это сзади сейчас перемотаем ниже сейчас что-нибудь найдем и мы увидим вот например да что у нас нет никаких выпуклостей вокруг экрана то есть экран грубо говоря не защищен вообще нечто подобное у меня как раз вот валяется на столе этим я сам придумал защиту экрана это вот у ребенка придумали крышечку чтобы экран лишний раз не кокнуть точнее не появился лишний шанс его копать ну и вот яркий пример 9000 про я наконец-то первый раз в жизни кокнул экран поэтому честно говоря меня эта моделька не очень порадовала и сейчас я хочу поговорить о другой о следующем скажем так грядущей модели которые тоже есть в этом списке моделька 68 00 про почему она ну потому что он просто она следующая что мы в ней видим ну во первых ценник пока что конский я думаю эта модель столько стоит не будет потому что процессор не все таки староватенькие но в то же время замечу на этом процессоре этой фирмы у меня было два смартфона точнее две модели смартфонов три оба работали просто офигенно но модель 7000 про не имела и на все это уже меня отталкивало и в ней аккумулятора хватало но часов на 7 то бишь к вечеру у меня уже он подыхал или мне приходилось искать розетку или практически чем-то не пользоваться то есть чем-то жертвовать модель gp2 хватало на 2-3 дня то с этим все хорошо автономка то есть уже хорошая далее камера офигенная стереозвук при видеозаписи то есть два микрофона но потом почему-то производитель это рубанул но кастом ную камеру ставим все равно получаем стереозвук при видеозаписи стабильность работы на 6 андроиде была офигенная вышла семерка начались глюки началось не всегда он заряжался хотел заряжался хотел нет началось то что он то медленнее заряжается то вообще пытается не заряжаться мигает то заряжается не заряжается ну потом вроде как на последних версиях семерки это допилили а выяснилось очень просто семерку они пилили под последней ревизии аппаратов у меня был первый поэтому при установке на мою ревизию 7 андроида начинались глюки но если это все забыть и вспомнить что вышел на шестерке то на шестерке он работал очень хорошо до сих пор один из двух моих поскольку у меня были синие и черные на канале это как бы есть можете найти поиском или по плейлистам один из них вот черный по моему до сих пор у сестры работает отменно 2 я продал кому-то из подписчиков честно говоря даже уже и не вспомнишь простит меня этот человек помню только что дальнобойщик и человечек кому-то там из своих презентовал ну и что с аппаратом далее я уже не знаю так что еще если у этого аппарата будет на самом деле камера второстепенная не 0 3 как у многих сейчас последних а 3 мегапикселя как тут заявлено если перемотать немножко где-то тут это было ниже вот 16 плюс 3 то тогда возможно камера будет работать по-другому например как модели 9000 про тому камеру дается эффект псевдо стерео изображение когда он пытается изображение качать в разные стороны как будто вы его рассматриваете с разных сторон он позволяет более точно определять контуры объекта за счет второй камеры и вырезая его в одном месте например вставлять его в другое ну посмотрим но напоминаю 6750 это 8 ядер предыдущее поколение процессор не новый поэтому ценник 260 баксов это завышен я надеюсь производитель прислушается и сделает подешевле в то же время аккумулятор о 7000 модели про был 4 ампера и аппарата его не хватало поэтому радует что здесь аккумулятор уже больше то есть с этим процессором он надеюсь день уже будет у меня тянуть вот 6 580 посмотрим далее почему мне этот аппарат понравился потому что если мы найдем его боковую фотку тут уже видно но плохенько в принципе догадаться уже можно сейчас найдем покрупнее то вот видно что у него вот это вот приблуда сверху и такая же точно снизу они выпирают соответственно экран будет защищен потом мне нравится что здесь есть болты то есть его можно будет разобрать они как 5800 которая до сих пор не знаю как разбирается камера заявлено sony это тоже круто ну face unlocking nfc полноценный короче вот здесь это уже как будто работа над ошибками по аппарату 7000 про то есть они немножко расширили экран но правда этим ослабив его то есть при ударе вот этим местом при падении он будет биться ну нечто типа вот этого вот сейчас попытаюсь поймать тоже бахнулся слабым местом и на тело но в то же время тут добавили батарейку тут добавили на все добавили беспроводную зарядку которая тоже кстати тут заявлено я про нее просто еще особо не говорил то есть они грубо говоря сделали хорошую такую работу над ошибками и вот это вот окошко я так понимаю диод оповещений то есть тоже он никуда не пропал все на месте двойная светодиодная вспышка двухтональная сканер отпечатка на задней панели ну кому-то плюс кому минус мне лично минус порт для карт памяти сбоку это тоже значит что вы разом не можете поставить две симки и карту памяти но чем-то приходится жертвовать про уши на для ремешка тоже мною не обнаружено динамик 1 это в принципе даже и хорошо а пишется от 8 на корпусе но в спецификациях айпи 69 кому верить я не знаю но на мой взгляд аппаратик получается такой уравновешенный особенно учитывая я сейчас вам покажу что во первых заявлено что он в конце августа должен выйти на самом деле он еще не выходит то есть уже задержка а далее ребята вдруг подумали а почему бы не сделать акцию так куда этому ушли обновляем вот вот как выглядит эта акция то есть 10 сентября можно будет его купить всего за 190 долларов и надеюсь вы успели разглядеть то лица не будет меняться но к десятому числу у него ценник более гуманный паша за 190 долларов вот эта начинка она уже катит 250 это конечно перебор но 190 вот она того стоит плюс вам дается бесплатно зарядка и стекло как я понимаю или пленка не знаю не успевал даже то что ты блин все сейчас секундочку но кислинка но последний слайд следующий вот открываем а тут уже ничего не описано про это дело а он еще будет в двух версиях заметьте а разница 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 принципе никакой диапазоны 3g и lte то есть нас интересует вот эта версия ну и ценник на нее надеюсь мы и видели и все спецификации от нее только теперь вопросы ap68 или ap69 к они еще как-то пока сами что ли не определились но ронять говорят можно с высоты 18 метров это уже непонятно то есть ap68 это не то ap68 это водонепроницаемость про 5 метров кстати тоже врут там стандарт несколько другой ну да ладно ладно суть какая аппарат появился аппарат можно купить за 190 долларов а это уже маст хэв по моему вот за такие деньги его купить стоит тем более зарядочку дают и глаз протектор то есть пленка все-таки не стекло а защита стекла ну тоже хотя бы одну зарядку дают уже хорошо после 250 долларов это несерьезно ладно хватит мне уже бубнить при несерьезность суть какая аппарат как вы видите красивый продуманный на старом процессоре специально чтобы можно было продавать всего за 190 долларов я думаю будет так что они подымута 250 по продают по такой цене какое-то время а потом уронит баксов так до 200 дальше мне кажется ценник установит установится где-то 2 господи на величине 200 баксов так что все дружно или берем десятого или ждем но и в то же время на носу у них еще одна модель с еще более интересными параметрами но ценник я думаю будет поболее поэтому мое мнение такое что bv 6800 про в принципе можно сказать приходит и на замену 6000 модели как у них заявлено но на самом деле мне кажется это как бы апгрейд модели 7000 про у нее добавили то что подло пиратским образом вырезали в оригинале у нее расширили экран при этом добавили защиту экрана сверху и снизу поскольку 7000 напоминаю как бы там не густецко с этим было то есть вот я думаю вы видите что никаких выпуклости тут не было теперь как бы выпуклость добавили ну и как то так то есть мое мнение что аппарат можно брать железо процессор немножко староватый но много чего тянет если есть вопросы можете посмотреть у меня на канале по 7000 про плюс 8 android тоже ночь многие вещи будут просто продуманная перри скажем так код видоизменен и просто будет все это лучше работать так что все посещаем смотрим изучаем если вам это нужно можно брать если не по 250 баксов конечно просто 90 можно по 250 латуха не рекомендует всем пока удачи чего вы надеюсь на подписку увидимся и услышимся и ждем следующее видео и когда я все-таки получу 9500 680 и так далее все эти новинки хотя более дешевые смартфоны почему-то я получаю намного быстрее все всем пока а